приветствую всех это видео посвящено проекту копитрек и сейчас мы находимся на главном сайте этого проекта как вы можете видеть до конца продажи токенов остался один день и 11 часов и предупреждаю сразу русскоязычной версии перевода нету поэтому далее мы будем рассматривать этот сайт через встроенный в браузер переводчик вот я сейчас открою рядом кошка у меня уже готова предварительно переведенная и вот как вы можете понимать да почему я хотел это сделать акцент то есть исходя из названия проекта копитрек да и вот надпись ниже global copyright регистр то есть это глобальная на платформа для копирайтинга и регистрации копирайтинга то есть да но если вы знаете кто такой копирайтер это человек который занимается написанием статей авторских статей вот и собственно эта платформа поможет решить значительную часть проблем с которой сталкивается большинство копирайтеров и так на данный момент проект собрал практически полную сумму необходимую для полной реализации это 98 процентов продано 14 миллионов семьсот двадцать пять тысяч токенов как можете видеть семьсот сорок токенов cpi да это один этериум то есть сумма достаточно впечатляющая что говорит о том что данный проект будет существовать и будет работать и так давайте все таки перейдем к русскоязычному более-менее понятному для нас переводу и постараемся немножко больше узнать про читав основную информацию на сайте что же это за проект и какую же революционную можно стать цель они перед собой ставят ну опять таки повторюсь проблемам переводчика связи с чем могут быть некоторые моменты места немного некорректные неправильно переведены и так как вы видите да написано проблемы управления цифровым контентом то есть управление цифровым контентом связано с двумя типами проблем теме с которыми сталкиваются пользователи и теми с которыми сталкиваться правообладатели авторы пользователи часто неправильно понимает использование цифровых изображений в интернете и соответствующие варианты лицензирования с другой стороны правообладателей мало или вообще нет способов доказать принадлежность к оригинальному сдержанию производной работе то есть те люди которые немножко как-то в копирайтинге разбираются и понимают народ уже поняли о чем идет речь здесь в этой части то есть в этой части идет речь а вот том самом сохранении авторских прав на свою статью то есть вы можете создать статью и не успеть ее должным образом применить и у вас ее могут попросту украсть и в итоге выйдет так что это вы еще статью украли но не вникаясь в подробности давайте дальше почитаем что еще какие еще задачи ставит перед собой этот проект и какие планы собирается выполнить вот кроме того они часто имеют неадекватные инструменты для отслеживания использования своих изображений защищенных авторским правом и выявления нарушений как пользователям так и правообладателям приходится сталкиваться с проблемой сокращенности стоимости платежей эти затраты неизменно добавляются к цене прав использования кроме того обе группы борются с обеспечением главное современного покошения платежей ну это как раз уже немного заговорил о проблемах копирайтинга и в том самом авторском праве то есть статьи как возможно многие знают напрямую влияют на ранжирование поисковыми системами определенного сайта то есть в статьях содержатся ключевые статьи слова и эти ключевые слова отвечают за как раз ту самую вот степень ранжирования поисковой системой вот определенного сайта если статья на сайте сделано правильно и корректно является авторской и в ней правильно расставлены ключевые слова то поисковая система правильно отреагирует на эту статью и соответствующим образом будет ее убивать в поисковой системе да то есть она вот нужные рейтинги сайт получит если же авторское право не будет сохранено то необходимую пользу вот этой статьи сайт не получит поэтому сохраняя авторского права на самом деле является очень важной нужной вещью существует на сайте такое презентационное видео котором в принципе отображается основное видение системы проблемы и способов ее решения рекомендую вам самостоятельно посмотреть видео в принципе здесь все доходчиво и понятно то есть даже если выключить звук то просто попросту вот обратив внимание на иллюстрацию изображения можно в принципе понять о чем идет речь и вокруг какой собственно цели сосредоточена работа этого проекта вот нажму на паузу пройдемся немного далее далее идет информация по токенам этого проекта как вы можете видеть копитрек это глобальный регистр авторских прав очередной раз повторяется это чрезвычайно короткие сроки копитрек выросла став ведущей компанией на мировом рынке высоко автоматизированной защиты авторский авторских прав начиная с берлина и присутствия в нью-йорке и токио мы позволили нам напрямую взаимодействовать с художниками но авторами и сетями по всему миру и помогли нам быстро увеличить клиентскую базу отсутствие препятствий на входе обеспечила высокую степень конверсии на всех этапах наших процессах ну в общем двух словах говоря как бы все таки думаю поняли дать чем здесь идет речь свое время когда интересовался копирайтингом очень было проблематично найти хорошие сайты для которых можно было бы выгодно писать статьи и вот собственно этот проект до платформа решает многие проблемы которые возникают перед копирайтерами вот что на самом деле очень круто и как раз в основном популярность этого проекта именно обозначена или как можно сказать создана как раз теми копирайтерами которые как раз и ищут выход и вот этот проект дает тот самый выход который ищут копирайтеры здесь идет информация о распределении токенов по проекту ну и собственно вот далее идет команда достаточно большая команда хочу обратить внимание что команда достаточно большая действительно это пару человек как вы можете видеть вот участвует в этом проекте проект действительно достаточно крупная дорога лидер чё дорожная карта также рекомендую еще обратить ваше внимание на дорожную карту вот один из крайних отопок точек это второй квартал девятнадцатого года талантчик копий трек маркет то есть уже конкретно запуск маркета копий трек этого проекта но и информация в средствах массовой информации по этому проекту все главная страничка на этом принципе заканчивается вот она помню что вернусь на оригинал токен целл sense in one day and 19 часов ну собственно в двух словах все что хотел сказать об этом проекте я надеюсь сказал вот для еще раз повторю для тех которые ищет для себя хорошую платформу для копирайтера знаете что это и есть та самая платформа которая даст все что вы ищете и не можете найти то есть как только этот проект воплотится лично я я уже сделал для себя пометочку этого сайта этого проекта и буду тщательно следить за этим проектом мне вот любопытно все таки дальнейшая судьба этого проекта так как опирайтинг это достаточно не новая сфера работы может так выразиться и достаточно популярная и перспективная то есть копирайтинг просуществует еще не один год поэтому работа в этом направлении перспективно может так выразиться отмечу страницы проектов в фейсбуке где регулярно обновляется информация по проекту можете следить за последними изменения проекта ссылки на страницы я оставлю в описании видео и страничку еще отмечу извините страничку отмечу еще в твиттере я также оставлю ссылку в описании под видео и вы также сможете следить за последней информацией и последними обновления по этому проекту все всем спасибо за внимание подписывайтесь участвуйте перспективных проектах и до новых встреч